Давайте рассмотрим ситуацию, в которой мы вооружились ПИД-регулятором и хотим управлять роботом-манипулятором по положению. Для этого нам надо решить две задачи кинематики и решить анализ динамики. Вот мы это сейчас и сделаем. Прямая задача кинематики. Кто мне скажет, в чем она состоит? Я знаю, что вы знаете. Давай кто-нибудь другой. Что есть обобщенная координата? А если у нас невращательное сочленение? Формальное определение будет. Это минимальный набор координат, который позволяет восстановить все состояние системы. Да, что мы хотим определить, где находится точка, которая нас интересует. Это не обязательно end-effector. Например, чтобы решить задачу динамики, нам надо также знать координаты центра масс. Для этого мы тоже используем прямую задачу кинематики. В базовом виде нам надо... Допустим, мы хотим получить координаты точки С. Мы спроецируем сумму звеньев первого звена и второго на х и на у. Всем ли понятны вот эти два выражения, которые представлены на слайде? Поднимите руку, кому непонятно. Стесняться не надо, мне надо понимать, насколько это очевидно. Ага, одна рука есть. Я предполагаю, остальные стесняются. Вот наш робот. Нет, здесь сочленения нет. Давайте чуть-чуть вот так перерисуем. Вот так. Можем сделать векторный анализ. Первое звено будет вектором L1, второе звено будет вектором L2, и сумма векторов L1 плюс L2 будет равна вектору P. И как раз этот вектор P мы и хотим найти при решении прямой задачи кинематики. L1, можем еще вот так сделать. Действительно вектора. Мы теперь это можем спроецировать на ось OX и на ось OY. Повторюсь, это базовый пример для понимания, в принципе, идей. Мы будем решать то же самое для пространственной кинематики, и там будет линейная алгебра, алгебра Ли и так далее. Там она будет несколько сложнее, для понимания концептов надо вот это разобрать. Так вот, здесь у нас есть первообобщенные координаты, и мы можем сказать следующее, что для оси OX мы имеем следующее. L1 умножить, на что умножаем? Синус косинус. На косинус θ1. Так, я тут q1, но это не важно. Здесь я нарисовал θ1. Плюс, и для удобства мы можем выразить положение второго звена относительно первого, потому что сенсор, реальный сенсор у нас будет в этом сочленении. И вот это у нас будет θ2. За положительное мы всегда считаем, вот мы этот вектор продолжаем, представьте, что у нас здесь. И от него мы идем против часовой стрелки до вектора, который нас интересует. То есть, если бы это звено у нас было тут, мы бы шли вот так, и это было бы θ2. Чтобы не смущать, я уберу. Так, и L2 косинус θ1 плюс θ2. И это равно проекции вектора P. Px. Согласны? Ну, аналогично мы можем поступить для y. Теперь, в силу того, что это базовая тригонометрия, и мы используем явное представление, что это значит явное, что у нас для плоского случая три степени свобода. Согласны с этим? То есть, мы можем, каждое звено может изменять свои координаты по x и по y, и еще угол вращения. В MATLAB это planar joint, когда у нас есть 37 координат. Базового у каждого тела 6 степеней свободы, перемещение по x, y, z, и вращение по всем ним. В плоском случае только 3. И мы можем написать три уровня движения. Здесь мы можем для end-effector написать еще третий для углов. Что этот угол плюс этот угол будет равна углу end-effector. Но для нашего анализа он не нужен, поэтому оставим. В силу того, что мы используем столько же количества уравнений, сколько степени свобода, мы можем взять производную, и производная будет скоростью. В случае неявного представления, в случае, например, пространственного. Для описания пространственного движения мы используем матрицу 4 на 4, однородную матрицу преобразования, и вообще там 16 цифр для обозначения движения в трехмерном пространстве. То есть мы используем больше количества чисел для того, чтобы избежать проблем с сингулярностью. И там уже производная от положения не является скоростью. В данном случае, так как мы рассматриваем базовый пример, мы можем взять производную от положения, и это будет скоростью. То есть мы можем взять P с точкой, чему будет равно. минус L1 синус θ1, и так как это сложная функция, нам надо еще на производную аргумент посчитать. θ1 с точкой плюс, не, минус, L2 синус θ1 плюс θ2 умножить на θ1 с точкой, θ2 с точкой. Мы можем раскрыть эти скобки и получить, и сгруппировать отдельно элементы с θ1, отдельно элементы с θ2. и у нас будет что-то следующее. θ1 с точкой, L1 синус θ1 плюс L2, синус θ1 плюс θ2, минус L2 θ2 с точкой на синус θ1 плюс L2. Согласны? Аналогично мы можем выписать и для Y. У нас тоже будет выражение с θ1 точкой, θ2 точкой. и мы можем представить положение в матричном виде, взять производную и вынести Q1, Q2. И тоже представить это в матричном виде. для напоминания вам, что если у нас есть матрица A, B, C, D и умножаем на вектор E, F, это будет равно следующему. A, E плюс B, F C, E, D, F. Вот эта вот большая матрица, в котором нет скорости, называется матрица Якоби или Якобиан. он описывает геометрию системы. И эта матрица Якоби умножается на вектор угловых скоростей. Так мы сделали открытую кинематику. И мы посчитали прямую задачу кинематики. И мы можем поступить аналогичным образом, чтобы посчитать и другие точки, которые нас интересуют. Например, мы можем посчитать расстояние от центра масс до нуля, чтобы потом посчитать потенциальную энергию звеньев. Тоже с помощью прямой задачи кинематики. Помимо прямой задачи кинематики, у нас есть еще и обратная задача кинематики. В чем она заключается? Чтобы рассчитать обобщенные координаты. То есть наоборот, мы знаем точку эндефектора. Как мы знаем, мы хотим, чтобы она там была. И, ну, допустим, у нас есть какая-то траектория, функция для нее. И мы хотим посчитать вот эти самые координаты. Все верно. Давайте решим обратную задачу кинематики для этого же случая. Это будет точкой A, B, C. И давайте начнем с того, что рассмотрим вот этот угол B. Составим, применим закон косинусов. Это у нас будет P, L1, L2. И для закона косинусов мы получим следующее. P квадрат равно L1 квадрат плюс L2 в квадрате минус 2L1, L2 на косинус углы между ними. Отсюда можем выразить косинус. Это будет равно L1 в квадрате плюс L2 в квадрате минус P в квадрате 2L1, L2. И бета будет равно арк косинуса вот этого всего. Согласны? Это понятно? Всем? Вам тоже? Отлично. Аналогичным образом мы можем поступить, чтобы выразить альфу. Теперь предположим, что если мы знаем альфу, знаем бету, знаем, что здесь угол P, 180 градусов, то тета 2 будет равна P минус бета. И мы можем рассчитать вот этот угол как через артангенс. и тета 1 будет равна гамма минус альфа. Так мы решим обратную задачу кинематики для этого плоского случая. Теперь, если мы хотим управлять данным роботом, то мы, предполагается, что мы знаем траекторию, вот это P, как изменяется P со временем. Если у нас есть функция для P, мы можем, согласно обратной задаче кинематики, рассчитать значения для Q1 и Q2. И они будут как раз теми референсами, которые мы подавали бы на регулятор. В регуляторе у нас ошибка рассчитывается как желаемая, минус действительная. Действительно, мы получаем сенсора, желаемая – это наш референс, и вот это как раз были бы наши референсы. Давайте посмотрим, как это может быть исполнено. Пока загружается, прокомментирую скрипт, что здесь вы видите параметры L1, L2 – длины, первого, второго – звена, потом AB, BC – это все размеры, то есть здесь можете видеть XYZ, XYZ для обоих звеньев, масса для первого и второго звена и коэффициенты регулятора, потому что в этой модели мы управляем с помощью пида. Потом здесь функция для, ну, параметры для траектории, строчка, которая открывает инновационную модель, строчка, которая ее автоматически запускает, и графики траектории. Мы сейчас по ним пройдемся. Что мы видим в самом инновационной модели? Это два джойнта для первого и второй кинематические пары, это боди, элемент боди для первого и второго звеньев, в принципе здесь ничего сложного нет, здесь все так, как мы делали на практическом задании, разве что у нас есть пид-регуляторы, и в качестве референса сюда подается не какая-то там синус-волна или рамп-сигнал, а он рассчитывается. Здесь вы можете в пид-регуляторе видеть вот эти коэффициенты КПК и КД, которые записаны в лайв-скрипте, это для удобства использования, чтобы не открывать каждый раз блок и там менять, а мы можем в скрипте изменять коэффициент, этот коэффициент изменяется в work space, как можете здесь видеть, и он автоматически подгружается в саму инновационную модель. На выходе из пид-регулятора, как я и ранее говорил, мы предполагаем, что мы получаем момент в ньютонах на метр, который подается на вход с очленением, то есть очленение в данном случае уже является не пассивным, а приводным, которое передает момент, который на него подается на звено. Здесь теперь у нас есть два блока фром, один связывает обратную связь с этим сумматором, можете видеть, я нажимаю на фром и подсвечивается фиолетовым вот этот блок гоуту, альтернативно я могу просто связать таким образом, просто получилось бы не так аккуратно и для аккуратности используются блоки гоуту и фром. теперь давайте поймем откуда берется вот это q1 des, des это значит desire это желаемое, оно берется отсюда как выход из функции, которая рассчитывает значение q1, если мы зайдем внутрь, мы увидим, что это функция, которая зависит от четырех параметров x, y и l1, l2, можете видеть, что здесь есть некий аргумент, альфа это r косинус от этого аргумента, гамма это арктангенс от y и x это как раз соответствует вот этому выражению, гамма рассчитывается как арктангенс, y и x это положение точки p по y и x соответственно они подаются на вход, как можете видеть, l1, l2 это скалярные константы для звеньев, здесь можете видеть как раз вот эти три четыре входа, l1, l2 это константы, значение их подгружается из live скрипта, вот эти то есть мы можем здесь поменять у них там на другое значение он не дотягивается да, вот он выдает ошибку, что звено короткое и он не может решить свою задачку, давайте я только на одну десятую изменю, настолько он справился, потом x, y они берутся из pds, pds это как раз желаемый p, он здесь также рассчитывается функцией, на вход подается время, а здесь выражение для x и для y так, чтобы траектория получалась окружностью, здесь может быть любое другое выражение для траектории, ну в целом и все, также считается и q2 в соответствии с вот этим выражением, чтобы его посчитать надо знать β, β рассчитывается в функции β, есть ли вопросы, все ли вам понятно, отлично, потому что вторым практическим заданием будет сделать в принципе то же самое, только там добавится призматическое звено.